замешиваем тесто с использованием цельнозерновой муки смотрите какое крупное зерно и замешиваем тесто с использованием чернил каракатицы смотрите какое тесто так уже традиционно устанавливаем колосник чугунный с углем комада укладываем вот такую вот чугунную решетку и сегодня у нас выпечка друзья мои поэтому нам нужен вот такой вот керамический корж бройль кинкек и так разогреваем наш гриль до 250 может быть даже до 300 градусов с вами сюв краснодарский сегодня я приготовлю пиццу друзьям и доброе утро покрываем маслом нашу деревянную поверхность деревянная поверхность должна быть из твердого дерева дальше берем наш кусочек теста и руками разгоняем его до диаметра 30 сантиметров далее наше тесто на сетке уже поправляем чтобы оно было одной толщины ну потягиваем его где оно толстое на получившийся ну так скажем сырой корж либо заготовку тестовую намазываем майонез ребят майонез я беру самый простой тестовая заготовка у нас где-то примерно 300 грамм майонеза нужно взять примерно 100 грамм ну желательно знаете как сделать чтоб кантик был черненький я беру обычный майонез сначала его в черновую вот так намазываю потом смотрите что потом беру бросаю немножко давленого чеснока чеснок обязательно да и немножко бросаю щавля резаного кисленького щавля и все это перемешиваю ложкой то есть наша задача из майонеза сделать белый ну такой остро кислый соус причем я пробовал смешивать его вместе а потом намазывать вот так получается вкусней так намазали да ну желательно чтобы ваш соус был намазан равномерно что мы делаем после майонеза после майонеза у нас идет сыр друзья мои мы выкладываем сыр я беру моцареллу моцареллы в общем и целом у нас будет где-то 120 грамм моцареллу я тру на крупной терке дальше у меня идут лимоны как бы это не было странным но я делаю пиццу с лимоном сейчас поймете почему да потому что после лимона у меня идут креветки креветки мы выкладываем асимметрично ну просто там где есть свободные места креветок нужно много чтобы пицца была вкусная ну где-то 20 примерно штучек можно их разложить ну в каком-то строю можно просто асиметрию сделать мне больше нравится асимметрия когда они лежат и не связаны абсолютно друг с другом дальше после этого смотрите какой получается у нас рисуночек после этого чуть-чуть сверху еще я выкладываю сыр чтобы сыр привалил немножко креветки немножко лимон ну и соответственно чтобы она уже была похожа на пиццу то есть у нас снизу пицца снизу креветка приклеена сыром приклеить ее нужно и сверху чтобы она никуда не упала мне здесь во первых не хватило красного во вторых я люблю когда пицца немножко острой так ребят добавляем чуть-чуть чуть-чуть делаем несколько вкраплений острого перца чили живого чили ну вот такого перца я просто его нарезал под углом берем приправу для борща которую сделала ваша мама то есть это помидорки елизаветинские здесь где-то примерно грамм около ста размазываем эту пасту ну или можно сказать приправу ну я бы даже сказал что это на самом деле такой томатный домашний кетчуп причем видите даже зернышки от помидор есть смотрите размазали дальше выкладываем сыр ребят сыра нужно класть процентов примерно 70 от того что есть 30 процентов оставляем выкладываем сыр дальше ну желательно чтобы это все было ровненько дальше смотрите выкладываем красивенько наше мяско ну кто-то это называет беконом кто-то называет это корейкой ну на самом деле это это мяско это мяско друзья мои дальше смотрите если вы найдете помидоры с зелеными семенами это будет круто я нашел если вы найдете будет вам счастье ну не найдете возьмите простые помидоры которые тоже в общем-то уместны и так выкладываем мясо выкладываем помидоры дальше ребят присыпаем снова все сыром отличненько вот так и сверху приклеиваем несколько кусочков болгарского зеленого перчика и тоже можно сверху еще присыпать чуть-чуть сырком ну собственно вот вторая заготовка готова уважаемые друзья очень рекомендую после того как вы ну так скажем сформовали и сложили ваши пиццы чтоб они у вас немножко отдохнули ну то есть чуть-чуть расстоялись пока ваш гриль нагревается ваши пиццы отдыхают рядом с грилем ну желательно чтоб не было ветра и они не заветрились давайте посмотрим сколько температура в гриле ребят вы поразитесь температура в гриле 330 градусов это то что нам надо для наших пицц итак начинаем выпекать наши пиццы в гриле бройль кинг кек это угольный канадский гриль и никакие собаки нам в этом не помешают ну что давайте посмотрим хотя этого делать нельзя видите как запекается пицца режется пицца вот таким вот ножом бройль кинг смотрите какая гильотина режется очень просто смотрите сначала режете посрединке ровно вот так раз смотрите она уже разрезана об ведь потом режете еще раз вот так у нас получилось сколько смотрите уже у нас получилось 4 до 4 кусочка ну еще раз пополам и еще раз пополам смотрите вот так ставим их и поехали раз и еще вот так вот раз окон и хрустящая корочка ребят все получилось папа 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 здесь еще надо резануть разок ну вот она смотрите какая тоненькая классно видеть мягонько сейчас будем кушать сейчас 2 подойдет и будем дегустировать ну да она немножко странная черная но у нее должен быть слегка такой запах рыбы так ну что ребят вторая пицца по моему еще более аудентичная чем первое смотрите какая красотка вообще вот она мягенькая смотрите мягенькая мягенькая корочка хрустящая здесь все тестушка мягкая так друзья мои ну что я уже кушаю всем должен сказать ребята обязательно кушайте пиццу с морепродуктами под белое вино и кушайте пиццу с мясом со свининой под красное вино либо под виски либо под водку будьте всегда в теме приятного аппетита с вами был всю краснодарский кисленькая сладенькая терпенькая итальяно пицца смотрите какая тонкая вино смотрите какое прозрачно и а